Добрый день, дорогие друзья! Что может объединять лихих пиратов, цветочниц, отцовщиц в баре, высокомерных вельмож и чиновников, представителей мельпомены, находящихся в постоянном поиске? Все они герои популярных оперет. Все эти выдающиеся спектакли давно уже стали легендарными, а их авторы заслужили право считаться основоположниками одного из жанров в искусстве. В последние годы бытует мнение, что оперетто – жанр отживший. Большие театры музыкальных комедий концентрируются на мюзикле, развивая это модное направление. Однако прививка советской эпохи еще работает и широкая публика оперетту по-прежнему любит. Особенно старшие отчасти среднее поколение зрителей. Говорят, в отличие от оперы, где режиссерское экспериментирование идет семимильными шагами, принеся часто удручающие результаты, оперетта практически превратилась в канон, как бы застыла в найденных когда-то формах. Есть очень много примеров, подтверждающих то, что она шагает в ногу со временем. Само слово «имеет итальянское происхождение» обозначает маленькая опера. Большинство, оперетт завершаются в мажорных тонах на жизнеутверждающей позитивной ноте, невзирая на то, какие бы жизненные перипетии и испытания в человеческой судьбе были отражены по ходу действия. Оперета короче похоронометражу любой полноценной оперы. Воспринимается легче не иметь цели передать реалистичное и правдоподобное действие. Здесь найдется место и фарсу, и абсурду, и лиризму. Бытует мнение, что оперета – это легкий и несерьезный жанр. На мой взгляд, это глупость. Когда-то кто-то сказал, и все повторяют. Оперета – это каторжный труд. Оперета – это каторжный труд. Оперета – это каторжный труд. Я часто слышу вопрос, а есть ли существенная разница между опереттой и мюзиклом. На мой взгляд, существенной разницы нет. Многие считают, что если академический вокал, то это оперетта, если эстрадный, то мюзикл. Но есть масса примеров, опровергающих это утверждение. Некоторые говорят, что оперетта – это веселый, искрометный спектакль. А мюзикл грустный заставляет задуматься, помечтать, пофантазировать. И с этим тоже можно поспорить. Единственное, в чем я уверена абсолютно, что оперетта и мюзикл отличаются постановочным моментом. Знатоки жанра говорят, что публика, отдающая предпочтение оперетти, условно делится на два типа. К первому относятся те, кто на протяжении всего спектакля наслаждается вокальным и хореографическим мастерством артистов, невзирая на то, что творится на сцене в отношении сюжета. Второй тип складывается из тех, кто приходит посмотреть именно на эти казусы – смешные и забавные ситуации, воплощение которых сопровождается пением и танцами. Как бы в действительности не воспринималась оперетта современными поклонниками театра, этот жанр остается одним из самых привлекательных, любопытных и доступных для массового зрителя. На нашем концерте ведущие артисты московских музыкальных театров представят вашему вниманию концерт шедевров мировой оперетты. Вы услышите зажигательные мелодии Эмры Кальмана. Искрящий Оган Штраус и романтичный Франц Легаро облачат артистов в прекрасную Джудитту, игривую Адель, звездную Сильву и, конечно же, загадочного Мистера Икс. Во втором отделении классическую оперетту продолжат шедевры советских авторов и фрагменты известнейших мюзиклов «Призрак оперы», «Нотр-Дам-де-Пари» и другие. Пришла пора соборов, кафедральных гордых крестов, устремленных в небес садик и век открытий, День явных в небес садик и в отрицающих сердцах Украсят концерт звезды московского балета, без которого невозможно представить концерт такого жанра, как оперетта. Постановка оперетты – процесс сложный, в который вовлечены многопрофильные актеры. Участникам происходящего на сцене нужно владеть хорошими актерскими данными, нужно уметь хорошо петь, танцевать и причем это органично объединять в единое целое, ведь зрители, пришедшие на представление, не должны ни в коей мере отвлекаться от общего сценария. Главная черта оперетты – это легкость, грациозность, непринужденность и, конечно же, профессионализм. Как правило, зрители, предпочитающие оперетты, люди позитивные, и они приходят на представление за положительными эмоциями, и они обязательно должны их получить. И если еще у кого-то остался вопрос, легкий ли жанр оперетта, то я вам посоветую следующее. Попробуйте одновременно петь, танцевать, четко соблюдать текст и сценарий, и ответ придет сам собой. Дорогие друзья, 21 октября в концертном зале «Панорама» Мы рады будем видеть вас на концерте «Обея Тагала». Ждем вас в Сотерпении! Звоните, мы всегда рады слышать вас. Заходите на наш сайт, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин